привет ребята шалом салю дня доброго и так далее день добрый смотрите во первых хочу сказать спасибо большое за то что смотрите проявляете активность коментите и так далее спасибо вам большое вторых продолжаю делать этот формат принципе в среднем получается видео где-то от 10 до 15 минут и это нормально больше делать видоса я не вижу смысла сегодня вам расскажу одну историю которая вспомнила только что до этого мы едем в один город который называется крас я постараюсь там сделать видео расскажу вам об этом городе интересный город это можно сказать во франции столица парфюмерии вот мы сейчас заехали на авто магистраль а8 направление марсель а сегодня я вспомнил такую историю когда я вот я закончил школу это был 2005 год и значит что делать после школы после школы конечно же универ у нас у нас в в украине это обязательно знаете там любой человек почти практически любого человека есть высшее образование украина считается находится в топе страны у жителей которых есть диплом высшее образование но это так знаете филькина грамота диплом это еще не показатель так вот история значит заканчивая школу мне уже вот 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 18 исполнилось здесь уже военкоматы призывают военные комиссии всякие и так далее и так далее ну я в принципе не особо это и боялся этой армии но мне больше было интересно попасть в университет значит выбирали универы у меня два варианта либо киев либо харьков почему киеве харьков потому что до киева ехать где-то 5 часов до харькова ехать прикиньте 11 часов там ну не знаю вы километра 500 600 11 часов на поезде это это просто crazy какой-то до киева там тоже 400 километров или даже может меньше ехать 5 часов на электричке но киев что-то не особо пригляделся как-то меня меня пугал украинский язык там говорили типа чтоб преподавание на украинском языке как бы меня это немножко стремала хотя я себе поехал киев то влился бы в эту тему я я разумею украинскую алая спелкуваты сен и дужи умею вот так вот так вот значит выбрали харьков нам там еще одна знакомая была моих родителей которая говорит харьков классный город студенческий город куча вузов куча университетов и вот она училась в одном универе который называется харьковский национальный экономический университет ну и значит я что да думаю вот туда и красы поеду значит собрал все бумажки и все аттестаты все эти бумаженцы папочку сел на поезд с одним со своим товарищем и 11 часов поехали в этот харьков получается ты как бы ночью едешь и утром ты хоть приехали на южный вокзал помню это время даже как бы там стояли ждали пока откроется метро значит сели и поехали куда он поехал в одно место я поехал у меня было чуть списке пару университетов был каразина университет было хире харьковский институт радиоэлектроники и был хнео харьковский национальный экономический университет инжек вот так еще как бы называют и значит я же такое думаю были какие предметы нужно сдавать значит с математика я дружу с физикой я дружу с информатикой я дружу то есть эти предметы я в принципе смотрел мне нравился компьютер я уже понял что я пойду на информатику и значит в инжек в инжек я записался на факультет информатики информационных технологий хире что-то типа тоже такого было что-то с этим связано а в в каразина я поступал на психолога то есть я вообще не знаю чем я туда подтащил этого психолога но мне как-то нравилось я помню тогда начинал книжки всякие читать интересные там про психологию и вот такие вот истории мне что-то это нравилось думаю почему бы нет как бы каразина хорошие университет хорошая история хорошая репутация насчет в каразина я значит прошел из-за все эти как не вступительные экзамены да раньше ж не было за него или как-то так или единый этот экзамен на государстве то есть было два экзамена я что-то там не сдала какой-то я не сдал значит мне мне у меня был вариант это только на контракт значит на контракт там было дорого я думаю ладно окей пока это оставим насчет два два варианта остается и джек и хиры хиры значит я сдаю экзамены математику вроде все нормально сдал и а там было вроде бы хиры было три экзамена математика информатика и что-то еще я не помню что но короче 3 я завалил экзамен и тоже мне говорят пожалуйста приезжайте к нам и платите денежки контракт велкам все будет но остается третий вариант инжек я туда подаюсь все эти бумаги сдаю первый экзамен информатика сдал все отлично я набрал баллы второе математика прихожу на вот как бы после экзамена вот когда результаты вывешиваются ищу свою фамилию смотрю блин а у меня там сумме у меня не хватило одного балла до бюджета я конечно был вообще очень расстроена думаю ну все слушайте если я даже и сюда не попал одного балла не хватило все короче беру телефон названию сам родителям говорю все никуда не попал не поступил только одни контракты я не хочу чтобы платили за меня деньги давайте я и приезжаю домой покупаем берцы покупаем военную форму и бред и я а ты батыши солдаты но родители меня переубедили говорят ну ладно ладно деньги заплатим ничего страшного все будет хорошо ну я послушался родителей спасибо большое что я послушался совету слушайся советам родителей своих они не пожелают зла ну вот и иду я на контракт в инжек значит первый курс я проучился полностью на контракте я уж вроде бы 2700 гривен на то время 2005 год и я вот думаю как же мне перейти на бюджет я там интересуюсь у людей старшеку группников старшеку группников не знаю курсников да вот это вот все это участие низкая тема и после этого я начинаю там активно активничать значит стою зам старостой принимая активное участие во всяких студенческих этих мероприятиях там кавы на танцы танцы дамы у нас был танцевальный коллектив мы даже по украине ездили колесили там женский коллектив где-то 10 девчонок и два пацана и вот мы там короче зажигали отлично но в итоге на второй курс я уже был на на бюджете вот такая вот история так что ребятушки буду продолжать этот формат спасибо большое за то что смотрите еще раз а если есть какие то вопросы пишите в комментариях мы едем в город грас красивый очень город вон вон там в горах буду снимать показывать ну увидимся завтра обязательно будет видео и вот так вот посмотрим возможно даже будет видео 31 декабря вот каждый день до 31 декабря посмотрим всем хорошего пока пока